а господь и любовь и то есть свобода и рок-н-ролл тоже это свобода без свободы нет искусства без любви вот у меня три слова которые вообще вот по жизни творчество свобода и любовь чего-то одного нет ничего не получится мы в женеве и вы только что выступили с концертом первым концертом вашего европейского тура как вас встречала швейцарская публика очень опасно очень все какие-то спокойные у нас в россии все как-то да я сегодня говорил на концерте что в россии только уворачивайся от разных там машин людей взглядов да здесь как-то все очень спокойно вот это пугает пугает нашего брата уже настораживает страшно думаю что такое на измене как у нас говорят ходишь так что же за люди такие ничего ему тени нужно как-то спокойно смотрят тихонечко хлопают размышляя думаешь надо же неужели такого будущего желаешь старик от россии а мы все нервные грубые и все нараспашку и добро и зло и все на свете и вот такие вот и да но ничего привыкнем я думаю за этот европейский тур вы написали песню сделать шаг до любви который говорится сделать шаг до любви сложнее чем победить на войне до совесть такое глубокое понимание любви доброты того что цитирую весь мир внутри нас что зло непродуктивно она пришла пришло к вам с определенным жизненным опытом или же словами безусловно безусловно вот эту песню я и пел принципе один раз она была специально написана в 2008 году когда я съездил с мчс по линии мчс у меня очень много друзей спасателей центра спас медицина катастроф очень многие знаю мы были там много где и в афганистане и там и сям и сербии во время в горячих каких-то таких исторических событий в горячих точках вернее вот и там написалась эта песня это как раз когда была война россии с грузией в южной осетии в 2008 году буквально через месяц после моей поездки два больших огромных концерта в олимпийском в москве полный олимпийский где-то за 20000 и полный скака тоже за 20000 и я собрал всех специально звание я пригласил грузинских музыкантов 7 осетинских северо-осетинских и украинских и всех 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 и мы вместе сделали такой концерт не стреляй ну чтобы не было вот этой войны розни это была такая народная дипломатия которой мы часто занимаемся когда и силы и есть эмоции конечно есть вот просто и понимаешь это очень важно и вот сделать шаг до любви сложнее чем победить войне это все чаще и чаще понимаю это тоже любовь любить тяжело и вот здесь конечно уже идет какая-то философия достаточно серьезное что уже сложно человек любить просто иногда просто невозможно и вот сделать шаг до любви это не какому-то может быть конкретному человек а вот просто вот к другим нациям людям иной веры людям иной культуры вот это внимательное бережное отношение хотя бы не говоря уже о любви сложнее воевать чужой вот я говорил о средневековье чужой иначе думает иначе мыслит иначе себя ведет неправильно не так как положено то есть ты это знаешь да те воспитали а его воспитали иначе вот что вообще не воспитывали вот это вот конечно сложнейшая вещь и сейчас все беды мира именно от этого и от этого и этот чужой он тебя также не любит как ты его а иногда ты нему со всеми объятиями да вот сейчас как вот допустим европа и беженцам а ей по щекам а то и по пятой точке не хотим жить как вы вот вы наскорбите поить и тогда то есть вот здесь вот любовь она недосягаема но это законы вот 10 заповедей допустим крестьянстве это законы идеального мира которым мы конечно безусловно стремимся и будем стремиться в детстве кем вам хотелось быть то есть кто был вашим героем в детстве на кого вам хотелось быть похожим герой были моряки ну все моряки у меня дядя вадим он ходил там по тихому океану вообще моряки я в детстве мне даже кличка была в 10 босса я болел морским флотом даже поступал на химское училище но зрение уже у меня была травма и и в общем то да вот так получилось да ну моряки это точно это вот здесь я потом даже работал на колыме докером и кстати неплохо там работал вера майна разужали вот эти океанские суда я когда заходил на судно и просто у меня душа радала это было невероятно конечно да а кого вы считаете своими главными учителями в жизни маму и папу кто же главный дедушка бабушка ну это факт абсолютный потому что мать и отец именно они тебе прививают то чем ты потом становишься да это сто процентов но по крайней мере они пытаются с тобой бороться любовью любовью и потому что без любви любая истина кстати апостол павел по-моему сказал любая истина сказано без любви есть ложь ну вот вы даже по себе вот представить вот вам говорят вот ты светка ну так лажанула и говорят со злом вы никогда с этим не согласитесь а когда говорят с любовью мама свечка ну чего ж ты так ну я не знаю но ты же ты же гораздо лучше чем ты поступила вчера или допустим я юрий ты как-то смиряешься да и начинаешь делать выводы душ любовь она лечит да и она любую критику ты воспринимаешь а зло да не любовь это то что очень важно в детстве получить безусловно конечно конечно никакого воспитания без любви не бывает это муштра это просто какие-то не знаю жесткие вещи это детские дома во многом и так далее и школы-интернаты и это все очень печально конечно это английские школы где там сурово все там с деда то же самое что на школы-интернаты все вежливо конечно улыбкой нос до блин по папе ресерт без любви все дети страшно этого страдает ва ваши юношеские годы рок-музыканта хиппи буфе жизни первой жизни года в линии футболка в восьмом классе желтого такого цвета другой не было дошел и лично нарисовал такой коррес огромный иисуса распятого этот иисус вас хиппи и целый день ходил по уфе а потом где милиции и изъяли футболка я целую дочь проплакал да вот от этой несправедливости просто да но это было не положено советском союзе прославлять христа и еще называть его хиппи и какие главные уроки вы вынесли из этого периода своей жизни главные уроки бог его знает главные простые были в общем-то времена для нас было очень весело было очень весело ну но детство меня прошло в нальчике в кабардин-балкарии очень весело было да и вот и и в нашем классе учились и чеченцы и балкарцы команди кабардинцы потом было уфа там и башкиры и татары то есть в этом смысле у меня никакого вот нет национализма даже минимального потому что мы всегда с ребятами в школах ну хорош человек плохой человек то есть бы даже не знали какой кто национальности на самом деле если он там допустим не начинал говорить там в какой-нибудь драке на своем там замечательном языке родном вот но это неважно а так все было хорошо и было весело и детство понимаете детство конечно формирует любого человека но как вы сказать колыма это вот охотское море к я помню 6 лет от роду просто такие айсберги плавают лед такой я помню я пытался доплыть до айсберга чуть не утонул душ он был белый а на кавказе там эти горы ну как у вас пример да вот такие которые сервис манит просто притягивают и урал это все уникальные природы ну как-то я может быть был чувствительным природе ведь я вспоминаю какие-то вещи может быть не социумом в котором я рос а именно природа она меня всегда как-то восхищала и заряжал да 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 видать с детства вот как бы вот эти пейзажи миду спор стоит но перед глазами это может быть самое главное сейчас также природа да чем дальше тем больше может быть я возвращаюсь в детстве я всегда рад вот когда вижу какие-то совершенно естественные вот такие абсолютно безлюдные места и там как-то я чувствую себя спокойно и очень хорошо как на звезды смотришь до звезд тоже на вы как-то сказали в одном своем интервью о том что очень важно чтобы в юности звезды грели звезды и ну не только важно чувствовать все живое может поговорить с березы с тополем обняв обнять это дерево и поговорить с ним она размышляет думает просто очень медленно мы для для деревьев мы просто не видны это моя теория очень быстро передвигаемся они очень медленно они в другом времени живут а может что-то услышать и боль их и страх и любовь вообще природа это то что мы забываем вот в нынешних цивилизационных процессах мы выстраиваем совершенно другую реальность она тоже крайне интересно безусловно но то про реальность который вот здесь за углом вот в этих горах она конечно сурово значительно и и там ты чувствуешь свое место и в тебе нет никакой гордыни то что я помню в детстве ну в юности ушел в тайгу там на лыжах там на двое-трое суток и я понимал что если где-то оступлюсь сломаю ногу то я просто замерзну все и умру это не по асфальту ходить пожалели это все очень серьезно каждую секунду ты просто под риском это очень интересно с другой стороны это завораживает вот это близость смерти опасности или там помню как медведица выскочила там на трассе я бежал четыре километра с такой скоростью что все удивились до поработиться до живой ну то есть от себя не ожидаешь такие ситуации таких физических олимпийских рекордов они были убили пару раз то есть правда это изумитель это тайна и вместе с тем это совершенно нереальная реальность природа является источником вдохновения для вашего творчества для моего наверное нет потому что наверное не очень мало вот нет ну какие-то лирические песни про осенью мое любимое время года там зима я конечно не мусоргский но какие-то песни да ну природа она ну как у тючева тому есенина пушкина а что еще русской поэзии очень классическая я на ней вырос и эти стихи все они ну и хочется читать вы знаете вот когда был на памире там мы ездили ну по войскам когда войска наши не были такими крутыми как сейчас и просто тогда армия была совершенно в таком ужасном состоянии мы взяли с другом взяли две гитары и проехали вдоль пянжи на всю русско-афганскую границу просто она там таджикистан весь маску московский подряд отряд 12 застав проехали и вот мы ездили по по миру я пел разные песни вот но мы забирались там тысячи на четыре в горы это вот эти песни городские они вообще не звучат прибыли были там что-то протяжное такое вот действительно типа и мороз мороз там но что-то такое серьезное длинно нот на и длинно нога и длинно шеи длинно временное вот и вот некоторые песни там в горах звучали очень многие не звучали вообще и ты сразу чувствуешь что суета какая-то городская такая а вот там и поэтому вся народная песня вот казахская там тюркская русская она такая протяжная потому что она природная она выросла совершенно в других интерьерах и экстерьерах а наша городская рок-н-ролл конечно город это город стены отражения короткие асфальт машины скорость это все другое на природе это абсолютно пин флойд точно как вы думаете откуда берется зло в одном своем интервью вы использовали такую фразу нехватка личности может от этого ну как говорят мудрецы если бы не было зла чем бы мы мерили добро да все же вместе не может быть мира без зла это просто ну не может быть господь так создал мир и очень очень мудро одна зависит какими мы будем в данную секунду бытия нашего вот за это вся мировая религия философии бьется и и мы сами и наши родители и любовь все есть выбирай там ты или там то есть ну а иначе нет движения нет холодного и горячего нет нет минуса и плюса нет квантовой механики нет вообще ничего просто мир так создан на противоречиях и человек вот сквозь него все эти энергии проходят это очень серьезно и очень важно и и важно вот и нам дано вот осознание все этого и дана воля выбора вот в чем мне кажется кругольный вопрос в выборе в свободе выбора вот она нам дана мы свободны выбирать свободны быть рабами до спросить за автологию свободны быть рабами и свободны быть не рабами потому что знаете что вот я спорю вообще вот очень трудно зло от добра даже иногда просто как бы ну разделить это все потому что мир еще к тому же в динамике же постоянно и вот сегодня это добро тебе коса вдруг бах ты повернул время прошло это уже не добро это уже зло она меняется трансформируется все перетекает из одного в другое в этой в этой просто это в этом огромная сложность нашего мира просто его сути это так интересно и и так неожиданно всегда но как помните эту фразу уже расхожую благими помыслами выслала дорога в ад а это очень часто бывает или ты как кто-то говорит никому никогда не делая никому добра не получишь зла ну сколько этих мудрейших поговорок это же очень интересная вещь и вот это и в этой динамике очень сложно это нужно всегда жить настолько чутко настолько чутко чувствовать время и добро в нем и зло то что в разные времена тоже по-разному бывает этика и морали разное бывает вот от нынешних положений вещей нравственных ну народу средневековую просто от инфаркта умер весь от того насколько здесь все разрешено но с другой стороны все меняется и вот это очень трудно все в соотношении в соотношении в соотношении соотношение и конечно вот у нас допустим в россии учуну каких-то людей сейчас по выползла у которых чувство правды добра и зла застыла она бетонизирована и вот эти бетонные стоят истуканы с названием правда там добро зло но это чушь собачь потому что это все живое абсолютно живое это нельзя зацементировать вот вот это искусство вот которые толкали совету социалистический реализм вот просто именно вот так вот и почему рок-н-ролл русский то что мы страшно страдали от этих вот памятников вот это искусство это не искусство это добро а это зло это черное а это белое это просто люди дальтоники нам диктовали вот эти законы и мы страшно от этого нас ломала просто и рок-н-ролл когда он появился он был живой абсолютно это слушать песню даже сначала не понимаешь а добрая она или злая но она честная и там очень много в этом надо разбираться понимать чувствовать дышать этим вот рок-н-ролл он очень сильно конечно разбил вот эти бетонные идолы соц реализма это было очень круто и здорово и я просто благодарен судьбе что я пережил это вот с моими друзьями эту революцию просто что вот это вот затхлый нафталинообразный просто посыпанный просто какой-то перхотью вот этот вот стиль он умер просто нафиг но сейчас он опять его возрождает дур бессмертная вещь были как-то люди вот но это также библию помнить золотой телец да вот построили идола там и ему молятся они живому неживому господа анчур чему-то мертвому застывшему поэтому нельзя ну как бы на это вестись вот на эту вот пропаганду рекламу мертвого мертвого застывшего жизнь продолжается навсегда вот живет 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 я мы родились вот в период когда все живое притинговали и неважно люди были прекрасные конечно я ничего не говорю но но не было вот этого свежего ветра были ну на котором ты 16-летний должен был по праву стоять играть на гитаре и смотреть в будущее мощно и зорко это очень важно когда тебе везде ограничивали не ходи не ступай этого нельзя это нельзя цензура это то 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 как в тюрьме вы знаете что вы сейчас в россии не знаю в казахстане наверно тоже есть люди которые пытаются бить нас опять в эту клетку своих они не пишут песен они не сочиняют музыки они не пишут картин но один об диктует что петь что не петь какое не имеет право не в этом ничего не вот эта серость она очень энергетически такая мощная харизматичность серость она пытается нам диктовать вот и ограничивать нашу свободу а господь и любовь это есть свобода и рок-н-ролл тоже это свобода без свободы нет искусства без любви вот у меня три слова которые вообще вот по жизни творчество свобода и любовь чего-то одного нет ничего не получится юрий леонть как вы относитесь к компромиссам и в каких случаях компромиссы неизбежны я могу пойти на компромисс ради моих друзей моих близких родных когда мои поступки зависят вот от этого а их жизнь зависит от моих поступков я могу многим пожертвовать да да могу но может быть не всем ну надо чтобы твои близкие друзья те хоть немножко после этого уважали да да тут но я могу да а важно ли для вас критика и если дата абсолютно важно удивительно важно и я ну вот критика с любовью но объективная критика она очень важно для любого просто музыкант художника это потому что если нет критики ты уже все ты памятник опять вот этот застывший бетонный вот обкаканный голубями памятник а кто ваш главный критик супруга мама супруга но близкие люди потому что это просто все абсолютно четко беспощадно и это настоящая любовь и мне нужно казаться для меня мягкими пушистыми хорошими они так знают как что я знаю как они меня любят и поэтому я им прощаю вы очень много занимаетесь благотворительностью ну это вот вы так пышно сказали очень много но для вас значит благотворительность это человеческий долг или это ваш гражданский подход или это состояние души или это что-то другое что были годы это действительно так когда мы какие-то годы играли больше благотворительных концертов группы ддт чем вот платных но я всегда считал что если мы идем на благотворить мы сами себя поднимаем просто мы больше получаем чем мы даем то что принципе ну это самое главное наверное жизни это отдавать а не брать и когда эти вещи случаются я говорю скромно это когда мы на них идем но это всегда приятно и никогда у нас благотворительного концерта не было плохого то что тут все ты работаешь вот просто доведи абсолютно четко чисто красивая вещь предлагаю многим вашим жителям женевы ну попробовать как помочь людям да у кого есть конечно чем делиться понятно это очень приятная вещь такая она очень хорошая самое главное делая такие поступки не ждать благодарность очень многие ждут и это огромная ошибка никогда не ждите благодарности вас поблагодарят в других местах вот и все вы как-то сказали что в семидесятые годы в рок-музыку пришли дилетанты как вы как борис гребенщиков а в современном да еще там 1015 грудь современном мире вы сказали одни профессионалы но нет ни на дилетант сам чем я сказал это одна из вещей которая создала рок-н-ролл в игром пришли в 60-х годах семидесятых дилетанты и это был плюс потому что не было канонов и границ были такие двоечники но с харизмой и достаточно широко образованные вообще в принципе по жизни знающий философию читавшие там толстого и ницше и так далее то прочее это все давало но это давало в музыке какие-то пространство объемы не не суженные студии школой даже очень иногда нас просто портят и коробят вот этого нельзя вот так играть нельзя вот такой аккорд нельзя вот такое соло нельзя вот так петь нельзя вот это вот эти каноны вот эти древнеегипетские рок-н-ролл их разрушил да и очень многого свежего дал музыки мировой я говорю вообще рок-н-ролли конечно но это не всегда помогает иногда вот этот дилетанты на все искусство превращается в частушки батерды это совсем уже никуда не годится то есть когда как когда дилетанты приходят с духом а вот 68 год там революция кипаны все свободы антивоенный но это все было окрашено какой-то внутренней энергией красивый а когда приходят просто серые дилетанты в какое-то вот времени свободы это просто всех святых выносили они только портятся лучше уж профессионалы я помню в советском союзе включал радио там была жесткая цензура была такая жесткая система ну а какие профессионалы по ящику играли на скрипочка ой 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 то что это спасало лебеди до озера даже она была сыгран сыграна круто современном мире вы сказали одни профессионалы но нет идеологии вот с чем это связано я так не как понять одни профессионалы но нет идеологии а я говорил о молодых музыкант что враг музыку пришло очень много просто супер профессионалов великолепно играющих молодых людей ну как бы немножко плохо ориентированных философии в литературе вот в этих широких гуманитарных вещах без которых мне кажется художник состоится не может любой какие качества вы пытаетесь воспитывать своих детях то что они не музыканты я уже счастлив они мне голову не отпиливают своими своим творчеством уже рад уже если они станут прагматиками такими какими то есть но даже ну хватит меня на всю семью 1 до ноги какие качества нет ну ну мне кажется слово женщина все вмещает вот все качества которые должны быть женственная должна быть женщина умница красавица но замечательно хорошие мудрые когда надо промолчит когда надо придушить ну все вот все вот прямо вот как надо тоже бы то дураки чего все такие воины хулиганы а вот женщина на вот никогда она есть женщины которые возвышает своих мужчин они помогают им стать лучше светлее интереснее образование сколько мы знаем мировой истории когда жена просто делаю из простого там я не знаю кого-то адвоката президента это не просто это женская работа в основном юлианте последний вопрос что для вас счастья ну в данный момент это когда тебя понимают как в том известном фильме доживем до понедельника помните он написал часть когда тебя понимает то сейчас вот в нашей стране вот горячо любимой россии когда меня понимают я счастлив когда не понимают я несчастлив